Добрый день, дорогие рукодельницы! Меня зовут Ольга Давыдова и я вместе с командой Парафом очень рада, что вы присоединились к нашему увлекательному марафону «Цветочное послание». В рамках марафона мы с вами создадим цветочные письма. Кстати, это весьма модная тема и особенно актуальна к 8 марта. А сегодня мы с вами создадим конверты для наших цветочных посланий. И не один, а целых три. Трех разных размеров, от большого вместительного до маленького конверта комплимента. Все три конверта будут разными. Я покажу, как собрать конверты, как и чем их можно отклеить и задекорировать. Сегодня мы будем работать бумагой для скраббоггинга, пастельной бумагой и тканью. Так, мы приступаем к работе. Мы сначала с вами сделаем наш самый крупный конвертик, который размером будет у нас 22,5 на 40 сантиметров. У меня уже вырезаны запчасти для него. Это из пивного картона. Вот такие вот детальки. Основная деталька размером 40 на 22,5 сантиметра. Это наша задняя стеночка перед конвертиком. Вот такой вот. Размер 22,5 также по нижнему краю. Вот этот краешек 17 сантиметров. Вот эта часть у нас 9 сантиметров. Все размеры даны на выкройки, просто я их еще раз озвучу. Две детали боковые у нас. Они идут у нас размером 17 на 7 сантиметров. Это вот 10 части будут располагаться. И одна деталька наше дно. Вот здесь оно располагается. Размером 22,5 на 7 сантиметров. Вырезала я их из пивного картона. Выглядит он вот таким вот образом, если кто-то не знает. Это обычные листики плотного достаточно картона. Размером они продаются разного. У меня здесь вот формат А3, например. Толщина картона полтора миллиметра. Приобретала я его в Леонардо, но во многих магазинах для творчества он также есть. Можно использовать для больших конвертов, естественно, нужен формат А3. Если конвертики поменьше, будет достаточно формата А4. Также он продается форматом 20 на 20 сантиметров. И еще также есть большие размеры, там до метра. Как я уже говорила, все три конвертика мы сдекорируем по-разному. И вот именно с большим конвертом, так как не всегда удобно найти бумагу большого размера, я предлагаю поработать с тканью. Я буду использовать вот такая вот ткань. Это ткань для пэтчворка, это 100% лопок. Приобрела ее также в Леонардо. Размер ее 50 на 55 сантиметров. Я выбрала такую холодную зимнюю гамму цветовой, поэтому подобрала голубую ткань. Также мы будем декорировать ее бумагой для скрапа. Итак, склеивать детальки мы будем при помощи вот такого вот клея. Это прозрачный клей гель момент. Советую работать с ним, потому что он очень хорошо соединяет бумагу, картон, ткань, все клеит. Его вот этот клей используют часто скраперы для изготовления скрап-альбомов, поэтому он очень удобен. Можете также использовать горячий пистолет, только следите за тем, чтобы слой, который вы наносите, был тонким, и у нас потом не было бугорочков по высоханию клея. И можно использовать также двухсторонний скотч, если это вам будет удобно. Итак, приступим. Вот у меня здесь есть отглаженный кусочек ткани. Обязательно определите лицевую сторону. И сейчас мы с вами будем с ним работать. Начнем мы с нашей задней стеночки. Мы ее располагаем на ткани. Ткань разворачиваем к себе изнаночной стороной для того, чтобы лицевая сторона у нас была красивой и аккуратненькой. И располагаем нашу заготовку на ткани. Примерно вот таким образом. Можно здесь немного сдвинуть. И сейчас надо будет расположить на этой же кусочке ткани вот эти наши боковушки. Мы сейчас одним сплошным полотном будем с вами обклеивать заднюю часть конверта. У нас получится, что отдельно будет приклеена только передняя стеночка. Мы ее отдельно обернем тканью и отдельно приклеим. А вот эти части мы располагаем сразу на ткани. И сейчас одним сплошным кусочком ткани мы соединим наш конверт, нашу заднюю стеночку. Очень важный момент. Если вы используете ткань, например, стопроцентный хлопот, так как он практически не тянется, поэтому здесь нужно небольшой отступ отставлять между частями картона. Например, вот смотрите между этой и этой, между этой и этой. Буквально один миллиметр для того, чтобы мы могли повернуть ткань. И она у нас вот здесь вот сильно натянулась и был аккуратненький уголочек. Если же вы используете ткань, которая тянется, ну там велюр, например, вельвет, обязательно в этом случае оставлять отступ не обязательно, потому что ткань сама по себе натянется, уголочки растянутся и все будет очень хорошо. Если ткань не тянется, то зазорчик один миллиметр хотя бы обязательно оставьте. Сейчас я сделаю отступ примерно полтора сантиметра от каждого края и начерчу карандашную линию. Это делается для того, чтобы мы смогли с вами аккуратненько обогнуть тканью наш конвейер. Прямо от руки, не обязательно, чтобы все было идеально ровно, рисуем краешки. Вот в этих уголочках делаем вот такой вот надрез, чтобы у нас и на эту часть, и на эту часть ткань могла согнуться. То же самое вот в этом уголочке. И, соответственно, вот в этих делаем примерно под 45 градусов, разрезаем ткань. Теперь нам нужно обвести наши детальки для того, чтобы потом, когда мы сейчас вырежем нашу основную детальку, нам было видно, куда укладывать наши запчасти, так скажем. Обводим их прямо на ткани. Вот. Теперь мы убираем наши детальки и вырезаем из ткани заготовочку. Вырезали основные детальки, надрезаем уголочки аккуратненько. И вот в этом месте делаем надрезы на поворотах, для того, чтобы ткань аккуратненько у нас легла на уголочек. Чуть-чуть до линии не дорезайте, для того, чтобы не было потом дырочек не образовывалось. Буквально 1-2 миллиметра до линии не дорезайте. Вот. Основная наша деталь готова. И сейчас мы с вами начнем уже приклеивать наши детальки, детальки нашего конверта. Начнем, естественно, с самой большой, с центральной. Мы ее сейчас приклеиваем вот сюда, прикладываем вернее. Наносим клей вот на эту часть конверта, с внутренней стороны обязательно. Не с лицевой, не вот здесь, потому что клей потом пропитает ткань и будут пятна некрасивые. Наносим клей вот на эту часть и начинаем заворачивать наши краешки нашего конверта. Аккуратненько, одну за одной, чтобы на этом месте на повороте все аккуратненько получилось. Пока только вот эта часть у нас получается. и потихонечку, аккуратненько начинаем подклеивать. Вот видите, ткань пропитывается. Получаются следы от клея. Чтобы этого не происходило, делать это с изнаночной стороны, чтобы с лицевой у нас ничего не было видно. Где необходимо, еще подклеивайте. Мы здесь эту часть еще потом закроем бумагой для скрапа, поэтому все это скроется. Аккуратненько продолжайте работу. Итак, мы подклеили одну часть. Посмотрите, как получается. Аккуратненькие, ровненькие уголочки. Ткань натягивается вот в этой части. В этой еще пока не совсем, а в этой уже натянулась. И продолжаем работу. Подклеиваем теперь вот эти боковушки. Не забываем про отступ буквально в один миллиметр. Мы работаем с боковушкой. Прикладываем ее на ткань. Не забываем про небольшой отступ и каким образом мы ее клеим. Клей наносим на три стороны. Вот на эти вот. И подклеиваем сначала боковые стороны. Первая. Ткань чуть-чуть подтягивайте все время, не забывайте. И вторая. А вот здесь нам нужно будет с вами сформировать уголок. Вот так вот ткань проглаживаем, чтобы ровненькая она у нас была. Ниточки убираем. И смотрите, каким образом делаем уголочек. Сначала берем краешек. Подгибаем его вот таким вот образом к картону. И затем переворачиваем и приклеиваем. Посмотрите, ровненький, аккуратненький уголочек должен у нас получиться. И то же самое мы должны будем сделать с этой стороны. Берем за уголочек, сворачиваем его и затем приклеиваем. Так, давайте нанесем клей еще раз. Здесь уже на угол нужно на ткань. Наносим клей хорошенечко. Я его прямо носиком растираю. Подворачиваю и приклеиваю. То же самое и здесь. Подворачиваю и приклеиваю. Редактор субтитров А.Семкин Прижимаем краешки Можно их, например, скрепочками зацепить Чтобы они у нас хорошенечко просохли Вот, смотрите, заворачиваем Все ровненько, аккуратненько То же самое делаем с стальными половинками Это вот с этим донышком и вторым ребром Прикладываем Наносим клей с трех сторон Сначала боковые вот эти подклеиваем части А затем формируем уголочки По длинной стороне Потребуется бумага для скрабукинга Я подобрала вот такие вот два оттеночка То, что с другой стороны нам по большому счету не важно Которыми будут декорировать внутренности нашего конверта То есть вот эта часть у меня будет светлая То есть вот эту часть конверта я закрываю вот такой вот светлой бумажкой А внутри вот эти боковушки все я сдекорирую бумагой с подобным рисунком Только более темную Вырезаем заготовки из бумаги для скрабукинга По размерам наших боковушечек Только за вычетом 5 мм То есть если у нас боковушка была 17 на 7 мм То, соответственно, мы делаем 16,5 на 6,5 см Таких деталей нам понадобится две Я их вырезаю из вот этой темно-синей бумаги Также мне потребуется такая же деталь Размером 22,5 см То есть не 22,5 см Размером 22 см На 6,5 см Мы подготовили три детальки И сейчас мы их с вами приклеим На конверте Они нам нужны для того, чтобы скрыть все эти Некрасивые ниточки Следы от клея Ну и чтобы изнанка была более, так скажем, симпатичной Просто наносим клей на бумагу И прикладываем Посмотрите, как аккуратненько все становится Мы закрываем все пятнышки Все ниточки И теперь нам осталось вырезать вот эту деталь У меня ей, к сожалению, не хватит на полностью Весь конвертик Но ничего там внутри Перекроем И сейчас нам нужно будет вырезать вот эту одну большую деталь У меня не хватает бумажки Сейчас, возможно, как-то совместим Так, вырезаем деталь точно такую же по размеру, как и наш конверт Смотрите, как и наш конверт Так, и теперь примеряем на наш конвертик Прикладываем Да, все хорошо Все закрывается у нас И чуть-чуть выглядывает ткань Можно чуть-чуть даже срезать Буквально по 2 мм с каждой стороны Здесь у меня не хватает немного бумаги Поэтому я подклею вот этот обрезочек Ничего страшного, что рисунок не совпадает У нас там его видно не будет Вот, все, наша задняя стеночка готова Вот, посмотрите Если мы ее сложим Задняя сторона, все ровненько Теперь нам осталось подклеить уголочки Также на клей-момент наносим на ребрышко клей Только осторожно старайтесь не очень много Чтобы у нас клей потом не вылез наружу И, посмотрите, складываем уголочек Все получается аккуратненько Клей внутри И некоторое время придерживаем, чтобы клей схватился Я подклеила об уголочках Вот, посмотрите, что получается Очень аккуратненькие, хорошенькие уголочки За счет того, что клей прозрачный Внутри его тоже не видно Вот, сейчас мы отправим эту заготовку у нас Заднюю стеночку сушиться И пока поработаем с вот этой частью Здесь, смотрите, здесь уже тоже полет вашей фантазии Можете использовать для ее отделки скраб-бумагу Какую-то в тон подходящую Можете, например, взять зимний рисунок Вот такой вот Вырезать его сюда, наложить И на верхнюю часть Смотря для чего вам нужен конверт И каким образом вы его будете декорировать Я буду использовать, опять же, ткань То есть, у меня снаружи Весь конвертик будет голубой Так, сейчас прикинем Этот кусочек маленький, нужен новый И сейчас мы его точно так же обтянем тканью Как обтягивали наши предыдущие детальки И вот так же и последнее что мы с вами должны сделать также обработать внутри нашу часть вот эту рисуем по размерам также как она у нас была 22 с половиной на 17 сантиметров примерила чуть-чуть срезала примерно по одному миллиметру каждой стороны теперь приклеиваем нашу деталь вот такая вот аккуратненькая деталька у нас получается детальки наши все высохли уголочки здесь уже хорошенько схватились эта деталька тоже подсохла и теперь мы соединяем наш конвертик эту деталь накладываем сверху на нашу подготовленную спинку и подклеиваем также как уголочки наносим клей вот на эти части чуть-чуть их немножко внутрь его вот сюда наносим чтобы когда мы прижали здесь вот клей у нас не вылез и было все красиво и сверху нашу детальку прикладываем можно конечно на горячий клей это все сделать мне вариант с моментом больше нравится тем что он прозрачный горячий клеем все таки мутнеет если где-то у нас что-то вылезет это будет заметно нанесли и аккуратненько прикладываем выравниваем все уголочки и оставляем подсыхать конвертик подсох вот такой у нас замечательный получается он устойчивый как видите за счет того что основание сделали мы 7 сантиметров он стоит тяжелый картон не падает все аккуратненько у нас клей здесь нигде не видно так как он прозрачный все довольно аккуратно далее дело за декором здесь уже смотрите нужно вам декор или нет можете каким-то например бантиком украсить или бумагу еще допустим скраб приклеить или еще что-то вы придумаете сможете какую-то брошь сюда очень красиво брошки смотрятся можете не знаю там из атласных лент сделать банк здесь в общем полет фантазии как задекорировать конвертик можете использовать вырубки для скраббукинга